Это Облевиан, дамы и господа, а я все еще по-прежнему шустро. Здравствуйте! Мы продолжаем с вами играть, продолжаем дербанить гильдию бойцов, потому что мы толком не можем найти пока никаких квестов для себя. В общем, дебошеры больше не создают проблемы. Компания Черный Лес прочно обосновалась в Лея Вине. Эти сыны... Забудь, задание выполнено. Вот твое вознаграждение. Интересно, можно было бы перебить их всех? Хорошая работа. Учитывая твои заслуги, ты удостаиваешься звания мечника гильдии бойцов. У меня сейчас ничего для тебя нет. Поговори с Азаном или Грокашем. Поднаберись опыта, и тогда, может быть, у меня что-то для тебя появится. Если я не ошибаюсь... Или... Или что? Или, возможно... Нет, я не заслуживаю повышения. Что хотела вам сказать? Я, короче, погуглила по поводу вина. Вот этого вот древнего вина. Действительно, есть такой квест. Собственно. И знаете, что я вам хочу сказать? Нам нужно загонять в форт Кармилла, потому что... Короче, нам нужно 6 таких бутылок, чтобы нам очень хорошо заплатили. Очень хорошо это 1000 септимов. Это для нас очень хорошо. И все-таки, поэтому давайте протащим форт Кармиллу. По-моему, это не сложно будет. Ух ты. Это будет, по-моему, не сложно. Я, пожалуй, сберу. Буду надеяться, что я смогу. Хотя я, по-моему, точно смогу его протащить. И мне придется, наверное, цепаться в город и продавать все это. Как забавно. Мертвый охотник за сокровищами. Ну, да. Вот как раз-таки броня, прочее и прочее. Это я буду делать за кадром. Угу. Иди сюда. Вампир-маг. Так, он меня высушил. Он меня высушил. Иди сюда. Какая болезнь? Окей. Какая-то там болезнь. Окей. Хорошо. Я попытаюсь с ней разобраться, что это мертвая плоть. Надо было сейчас ничего не собирать. А скелет, что ли? А, крыса. Давайте рассадись сюда. Круто. Спасибо за то, что показала, где ловушки. Так, с этими магами надо по-другому бороться. Так, золото сразу забираем. Все остальное попозже. Я думаю, надо не поскупиться и вверх в красную волну. Хотя, на другой стороны. Блин. Ну, на тебя можно и обычно иметь. А вот на магов и на всяк... Что-то оно моется, господи. Интересно, от кого я эту болезнь подхватила? От скелета, которому... Ой, а кого он там призвал-то? Так, я сохранюсь. Блин, я не помню на самом деле этот форт. Как тут красиво. Хорош. Костя, не нужно. Просто на магов и всяких некромантов лучше... У меня есть хорошее оружие, которое их плюс-минус шотает. Поэтому надо этим пользоваться, я думаю. Старая деревянная дверь. Так, я вижу... Кого-то... Кого-то интересного. Эгегрей! Вампир-патриарх. Интересно. Темная рубашка. Блин, я тоже такую хочу. Так. Что это? Череп. Камни-душ. Это очень хорошо. Вот этот, наверное, древний сундук, нет? Слабое деле лечения. Не вижу ни черта! Так, ладно. Интересно, вампир-патриарх это было сильно? И где мне найти? Я точно знаю, что в этом форте есть это вино. Я почему ей такая... Ууу, надо протащить этот форт. Отлично. Одежда для бегуна. Хм. Слушай, а неплохие вещи мы тут можем найти? Ну так вот, хорошо. Я отсюда сюда буду... Буду уходить просто в хлам перегруженное, видимо. А то и несколько раз буду. Сундук. Золото, которое мне очень сильно надо. Это краткая история империи, том 1. Так, где же мне найти винишко? Вот у меня только один кусочек остался неисследованным. Странно. Странно. Так, ладно, хорошо. Давайте я прервусь. Мау, да. Кричи мне еще. Блин, я думала, что оно должно быть за старой деревянной дверью. Потому что так было в прошлый раз. Вот, за такой вот-вот. Старая деревянная дверь. Может, я ошибалась? А вот сундук, смотри. Да, вино изгнанника теней. Еще 4 бутылки. Кстати, говорят, оно со временем возвращается. Ладно, хорошо. Мы с вами увидимся в городе, когда я закончу с продажей всего этого. Ну что ж. Мы все продали. А теперь мы отправляемся, знаете куда мы отправляемся? Вот сюда. По-моему, если мне не изменяет память. Что? Опять грози краб? Ля, ля. Ползет, 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 любимый. У меня клинки повысить. Вот, крабовое мясо. Так. Мне туда, да? Аклетика повышена. Но скорость у меня уже плюс 5. Мне вот надо блокирование. Клинки, дробящ. Бящ, бящ, дробящ. Да, все правильно. Бежим, короче, туда, в сторону. По правой стороне от правилам. Там будет вроде как форт. И вроде как этот в этом форт даже, по-моему, чистить не надо. Там будет во дворе спрятано это. Но это не точно. Вот. Плати или... Или что? Возьми сам, если сможешь. Нет, ничего проще. Да, ты так уверен? Долгие часы тренировок со всеми видами клинков приносят свои плоды. Теперь вы владеете клинком на уровне ученика. Вы научились новой силовой атаке из положения 100, наносящей дополнительный урон. Для использования этой атаки нажмите и удерживайте клавишу «Атака». Что, крабушка пустила тебя, да? Ай, по ногам, по ногам бить нехорошо. Что, высох, да? Господи, чувствую, что дерусь с инвалидом. Ну, который что-то еще может мне... Эх, ты глазку стиктур-то проваливаешься. Отлично. По идее, у меня есть теперь еще его и... Я вот заберу кирасу и сапожки, потому что по весу я в другое не вписываюсь. Отлично. Так, мне куда? Мне вон туда по дороге, правильно? Да, правильно. Ну, все. Что-то какой-то вор такой странный, что у него даже денег по себе не было. Никто не платил, а почему я-то это должна платить? Чув странный какой. Сейчас будем потихонечку отлечиваться, качать магию, восстановление, чтобы потом купить себе получше чего-нибудь. Это руины, которые, по идее, можно протащить. Но у меня уже 3 400. Смотри, нам еще как бы 600 монет накопить. Поэтому, по идее, можно будет один из фортов протащить. Курьер. Мне нужно доставить эти экземпляры во... Мне дали лишнего веса. Новая гильдия для бойцов. Столкнулась жестокая конкуренция. Гильдия бойцов существует там релесть незапамятных времен. Уже много лет эти храбрые мужчины и женщины берутся за опасную работу, которую они по плечу обычному гражданину. Уничтожить крыс в доме, спасти заблудшего ученого бойца гильдии. Бойцов делают для это и многое другое за скромное вознаграждение. Очень скромно. Это похоже на территорию гильдии бойцов, но похоже, теперь у них появились конкуренты. В последнее время все родили только и говорят о новой организации. Они называют себя компанией Черный Лес и заявляют, что справятся с любой работой, за которую возьмется гильдия. Наверное, за которую не возьмется. Если гильдия строго следит за репутацией своих бойцов и законностью заключения контратов, то компания Черный Лес подобного не утверждает и не проверяет прошлое тех, кто устраивается к ним на работу. И похоже, готова браться за любые контракты, если, конечно, клиент достаточно денег. Некоторые сомневаются в законности методов Черного Леса. По слухам, компания ведет дела безответственно и неразборчиво в средствах. Многие говорят о том, что при выполнении контрактов причиняется излишний вред гражданам и имуществу. Никто из опрошенных нами не пожелал назвать своего имени для печати. Что ждет эту новую компанию? Пока неизвестно, станут ли они идеальным средством решения проблем с этой быстро меняющимся мире. Снизят ли гильдия бойцов планку своих стандартов для давления конкурентов? Время покажет. А пока, если гильдия бойцов не берется за ваше дело, обратитесь в местное отделение компании Черный Лес. Забавно. Да, краткую историю империи, том 1 я тоже взяла. Это тоже стоит почитать. Так, хорошо. Давай. Давай-ка почитаем. Остановление повышено. О, имп. Прикол. Точнее, бес. Желочь беса. Стоит неплохо. Так. Что такое? О, господи. А-а-а! Так, этого просто надо рубить. Так, мне руины-то отобразились? Да, вроде отобразились. Марахейн. Так, мне вон туда дальше. Может, за кадром протащу руины, посмотрю. Хочется уже домик. Хочется скинуть все лишнее. И то, что не хочется продать. Поньк. Правильно иду? Правильно. По факту можно даже не по дороге идти, а вот так прямо и все. И будет мне какой-то форт. Интересно, я повысила блокирование, я повысила... Че еще я повысила? Клинки до ученика. Чисто в теории, возможно, скоро я смогу подняться до третьего левела. Ну, потому что толку не будет сидеть на этом. Мы все равно, как я уже говорила, качаемся 5-5-1. Так, еще какие-то руины. Ну, даже можно тени не тащить эти, можно протащить они поближе. Так, почти отличились. Но на всякий случай лучше сохраняться. Мало ли еще бывает. Я еще иногда вылетаю по каким-то причинам. Ну, не конкретно с обливиона, а конкретно с бинды. Дима, что-то хапануло. И какой-то сундук. Так. Руины все еще не открылись. Не налад. Смотри, там что-то еще такое. Прикол. Да, только... А, вот это форт. Слушай, я хочу посмотреть, что вот это такое. По-любому там сидят какие-нибудь некроманты или... Не знаю кто. Часовня к кадлью. Вот в ангую там кто-то сидит нехороший. Долбаные некроманты. Отлично. Спасибо тебе, моя любимая сабля. Так, у вас куча всего. Понятно. Вспушка снежок. Ох, мертвый охотник. О, колечки. Золотишко. Мертвая плоть. Отлично. Я это все заберу? Обязательно все заберу. Главное мне сейчас взять себе... Бутылочку венца. А, это типа им сюда привозили этих, да? Хрена себе. А что так можно было? Отрисовываются прямо вот так вот. Пуньк. По-моему, его даже тащить не надо. Но я бы протащила. Это все-таки опыт. А, чешется шея. Форт Гриф. Ну да, все правильно. Написано здесь во дворе. А, может быть, потому что этот форт настолько разрушен, что здесь один двор. Эта дверь отпирается не здесь. Эта рукаетка, похоже, заржавела и не сдвинется с места. Хм, прикол. А как туда попасть? Хм, видимо, никак. Интересно. Ну что за... Ну, конечно, не могло же быть все так просто. Кхе-кхе-кхе. Собака сутулая. Так, а чтобы форт Грифон нам поддался и открылся, нам таки надо бы попасть вот в этот дом. Насколько я могу судить. Если, конечно, она выдаст нам квест. Возможно, она нам его и не выдаст. Потому что, может, мы маленькие, может, еще что. Если она, конечно, дома, опять же. Как раз таки об этом квесте, кстати говоря, нам говорили, что у какой-то женщины... Твою мать. Что у какой-то женщины пропал муженек. Здравствуйте. Прошу прощения, миледи. Прошу прощения, что беспокою тебя. Но мне нужна помощь, и я не знаю, что делать. Мой муж, Алерон, пропал. Кто твой муж? Все это началось, когда Алерон выжил из ума и начал играть. Он ходил на арену каждую неделю и тратил наши с таким трудом заработанные деньги. Я просила его остановиться, но он не слушал. Он был уверен, что может выиграть для нас состояние. И мы переедем куда-нибудь в более приятное место. Спустя некоторое время Алерон начал проигрывать. Ему пришлось занимать деньги у ростовщика, чтобы покрыть свои потери и делать новые ставки. Ясно, что это не сработало. Все закончилось тем, что он задолжал около 500 золотых. Нам никогда не собрать такие деньги, чтобы расплатиться. Что с ним случилось? Вчера ростовщик Курдан Градрагол передал моему мужу, чтобы тот встретился с ним на постоялом дворе, одинокий странник. Оттуда он не вернулся. Я опасаюсь за его жизнь. Курдан никогда не отличался особым терпением. Пожалуйста, я не богата, но отдам все, чтобы опять увидеть Алерона. Вот они, женщины. Ты, ты поможешь? Ох, спасибо тебе. Пожалуйста, будь осторожней. Я не хочу, чтобы тебе в результате этого был причинен какой-нибудь вред. Охотник и дичь. В чем прикол? Зеленая суконная одежда. Весьма странно то, весьма странно то, что... Сейчас, секундочку. Ага, мы надо с ним, видимо, побазарить. Весьма странно то, что обычно, даже если это ростовщик, и он занял у него деньги, невыгодно убивать свою жертву. Точнее, своего заемщика. Просто потому, что откуда он тогда деньги возьмет? Ну, наверное, это должен быть какой-то самый очень-очень-очень сильный случай. Исключительный. Я даже не знаю. Здравствуй. Привет. Здрасте. Вверху, что ли? Если ты сделаешь еще шаг вперед, я превращу... Да? Что тебе нужно? Ну ты и страшный. Мне нужен аллерон. Это не твое дело, черт побери. Я бы еще мог сказать это при... Значит, давай дружить. Давай быстрее. Так, любишь... Не любишь... Ага. Восхитительно. Хорош... Какая... Это просто слова. Какие приключения. Весьма неплохо. Какая... Ты попусту тратишь время. Так. Мне... Очень сильно нравится. Неплохо. Не пытайся мной манипулировать. Моя... Ох, пожалуйста. Твоя лесть... Да. Да, дошло. Ты попусту тратишь время. Неплохо. Какие приключения. Не пытайся мной манипулировать. Восхитительно. Неплохо. Какая... Это просто слова. Не пытайся... Моя... Ха... Ты попусту тратишь время. Так, и еще, наверное, разочек. Прелестно. Не пытайся... Тебе не нап... О, какой героизм. Дерри говорит. Может, я знаю его. Может, нет. Но если тебе это так интересно, я знаю кое-что, что может освежить мою память. И что же это? Я только что узнал, что моя фамильная ценность, топор Драгола, потерянный моим тупым родичем, находится на острове Форт-Гриф в Небенейской бухте. Мой источник говорит, что он спрятан в главной крепости в центре. Не знаю, кто охраняет его, но я уверен, что ты с этим справишься. Если ты отправишься туда и принесешь его мне, я скажу тебе точно, где находится Алерон. А если я не верну его? Тогда Алерон может не возвращаться домой из своего путешествия. Очень долгое время. Например, никогда. Когда соберешься, а лучше пусть это будет поскорее, знай, у меня есть лодка, которая ждет тебя, чтобы доставить к острову Форт-Гриф. Топор Драгола. Да. Это секира, на рукояти которой выгравировано слово Драгол. Огромная. Ты не пропустишь ее. Я не собираюсь рисовать тебе картинки. Так, огромная, значит, тяжелая. У меня сколько веса? 215. Мне есть что продать? Топор. Да, мне есть что продать. Мне нужно отправляться на поиск. Так, мне есть что продать. И вот есть кому продать. Да? Ну, что так? Ну, кому еще-то здесь что продавать-то? Может, этому продать? Свежая дичь. А сколько время? А, понятно почему. Счастье чернокнижника. Отличное название. Здравствуйте. Испытай удачу. Шучу. У меня лучшие товары. И с... Жалучи беса. Давай продадим. Думаю, это честная сделка. Так и все. 226. Я не помню, мне больше предлагали. Так, ладно. Уже лучбеса. Я не думаю, что... Прах вампира, конечно, можно продать. Но я думаю, он нам еще пригодится. Нам, в принципе, все пригодится. Мы будем качать алхимию. Мы будем по итогу раскачивать все, что можно. Но пока. Привет. Парадокс. Чем я могу заинтересовать? Так. Мне, пожалуйста, вот этот стальной топор продать. Меховую кирасу. Меховые сапожки. Да вроде все. Я еще починю себе все. До свидания. Отлично. Итого 187. Нормально. Я готова выдвигаться. Я, кстати, готова выдвигаться. И готова, знаете, к чему? Возможно, где-нибудь переспать. А здесь вообще есть гильдия бойцов? Гильдия магов здесь есть. Гильдия магов. Часовня. Да, есть. Я бы хотела, посмотрите, что я что-то прокачивала же. Здравствуйте. Всем привет. Стальной стрелает. Я заберу кожаный шлем. Ездил похрапеть. Какая отвратительная дверь, которая выглядит как стена. Так. Мне нужен сейв. Блин, опять 4. Ммм. Загрузка. О, привет. Так, ладно, хорошо. А может нас кто-то чему-нибудь научит? Дела. Я Тодросс и Хила. Будь внимательней. Оружейник. И ты сможешь... А есть у тебя типа на клинки там? Привет. Так, типа чинщик. Я могу научить тебя, если ты хочешь учиться. 60 золотых. И настоит ли это того? На дом же кафе. Все, увидимся. Ладно. Сама справлюсь. Не буду торопиться и не буду... И все будет хорошо. Так. Нам нужна лодка, да, видимо? Нет? Они здесь? Я все равно запрыгну. Постоялый двор, одинокий странник. Подожди, а почему сюда? Когда я определяю с решением, мне нужно побеседовать с Курданом, и он предоставит мне лодку. А, ну так я же уже согласилась, разве нет? Да, я могу отплыть. Зачем эти сложности? Я и так плавала. Кому ты лечишь? А вот теперь там лодка есть. Я близь форта Гриф. Пора отправляться в разрушенную крепость и начинать поиски топора. Да, и теперь, и только теперь, эта рукоятка будет смазана. Красно-шелковая одежда. Алирон? Похоже, Курдан обманул еще одну доверчивую душу своей сказкой о топоре. Топор? Ты еще не понимаешь? Никогда не было никакого топора Драгола. Это всего лишь хитрость, чтобы заманить тебя сюда. Я попался на ту же удочку. Он сказал мне, что если я найду его топор, он простит мне мои долги. Я был таким идиотом, что поверил ему. Ты теперь жертва в безумной охоте Курдана, как и я. И здесь мы, скорее всего, погибнем. Охота? Курдан заработал большую часть своих денег отнюдь не расставщичеством. Он изобрел так называемый бег охотника. Некоторые платят ему большие деньги, чтобы поохотиться на живого человека. Лишних вопросов никто не задает, и он избавляется от тел. Он использует темницы форта Гриф в качестве охотничьих угодий. Я был привезен сюда, потому что он знал, что меня станут искать. Мне очень жаль, что я впутал тебя в это дело. Надеюсь, ты умеешь сражаться. Это наш единственный шанс выбраться отсюда живыми. Есть лодка неподалеку. Забудь об этом. Дверь сюда теперь заперта. Единственный способ выбраться отсюда, спуститься в бег охотника и убить охотников. У одного из них есть ключ от этой двери. Таковы правила Курдана. Только так мы можем победить. Ну ладно. Я хотел бы чем-нибудь помочь, но я не умею сражаться. Я никогда не держал в руках оружие. Пожалуйста, вызвали нас отсюда. А топор существует? Личная уловка. Интересно, сколько народа погибло, купившись на нее? Курдан Вироломен. Помни об этом, друг. Слушай, ну тут есть что забрать. Так, а по дворе здесь должен быть винишко. Я здесь за венцом, если честно. Я не побоюсь его найти. Так, еще лук. Хороший железный лук. А вон и венцо. О боже. Сука. Есть. Повезло. Ну все, теперь мы плюс тысяча монет. Отлично. Я довольна. Ну че? Давай наваляем. Дядькам. Что бы это ни было, оно исчезло. А ну исчезло. Иди сюда. Дядькам. Все? Ладно. Первый ключ от бега охотника. О, денюшка. Блин. Куча всего. Так. Ладно, первый ключ получили. Так, давай здесь посмотрим, что у нас. Если будем не тащить, у нас есть красная волна. Или как он там называется, наш меч. Крыска, Лариска. Крыска, Лариска. Хорош. Так, в Ларисе ничего. Здесь тоже ничего. Здесь тоже ничего. Ничего, не поняла, ну ладно. О, бля, муха. Испугалась. О, бля, муха. Сука. Да шо ж такое. Черта не видно. Ага. Ну, плюс один корень мирный, это тоже вкусно. Да, блин, потому что хожу без какого-то зрения. Так, давай сейв. Да чтоб, твою бога, душу драли-рвали. Газ? Сейчас будет какой-нибудь маг. Ну, или какой он сильный. А зачем идти, когда можно бежать? Вот ваш девиз. Длительность бега и заплыва дали свои результаты. Вы приобрели начальные навыки в области атлетики. Скорость восстановления запаса сил при беге. Вовысилась на 25%. Так, мне бы, наверное, подхиляться, да? У меня еще меч такой. Собака, ты сутула. Деньги, второй ключ, зарелечение, броня. Потом заберу. Так, ну, мы довольно неплохо прокачались. Так. Старая деревянная дверь без нахотников. Ну, крыса, это ладно. Крыса, это ладно. Все, ничего не случилось. Так, я вижу дротики. Я-то пошел. Кстати, ремонтные молотки. Да ладно, не кричи. Ммм, кстати, смотри-ка. Может, мы уже можем? 5-5-4. Да ни хрена подобного. Может, оставить так? Или нет? Да нет, лучше уж. Как решила. Какой прикольный форт. Большой, огромный. Продолжение следует... Он, блять, не успел поставить. А что так больно ты бьешь? Можно спросить? Получи! Получить в одну пика в зубы. Что выговорил? Блин, он тоже меня подлавливает, как сучку. Сука! Мне удалось справиться с охотниками. Нужно взять с тела охранника ключ от двери крепости Форта Грифон. Фу. Так, выбираться с этого ключа от двери крепости. Мне нужно вернуться к Леолерону и выбраться с этого острова. Да. Уж. Да, блин. Костя, Костя. Костя, Костя. А там вроде... Вроде ничего не вижу. Еще немножечко денежек. Какое странное место. А, все правильно идут. Хорошо. Ммм. Даже так. Так. Я не помню, куда идти надо. По-хорошему здесь бы еще все собрать. Этот замок невозможно взломать. Вам нужен ключ. Странно. Подожди. Типа, у меня есть третий ключ, но он не подходит. Он его убил. Я поражен. Все мои клиенты убиты. Но это мелочи. Придут другие с кошельками, набитыми золотом и жаждой крови в сердцах. Жаль, Алирона. Но раз ты тут, он стал мне уже не нужен. По крайней мере, теперь он никому ничего не должен. Ну что ты, козел. Но я победила в твоей игре? Ты действительно думаешь, что я позволю тебе уйти отсюда? Найденный тобой ключ фальшивый. Ни одна жертва еще не уходила с острова живой. Ну, так ты гнида, конечно. И я постараюсь, чтобы так было всегда. Впрочем, одна здравая мысль у тебя была. Это моя игра. Почему бы тебе просто не уберечь? А, там еще и лучника, я думаю. А я думаю, что такое? Что мне в жопу прилетает? По возвращению... Вот он, козел. По возвращению моим глазам пристала ужасная картина. Кудран, стоящий над телом убитого Алирона. У меня не осталось иного выхода, кроме как напасть и убить его. Нужно обыскать карманы Курдана. Может быть, там найдется что-нибудь, что поможет мне выбраться из этих войн. Он же гнида. Что такое? Вот так вот, собака сутулая. Так, железная стрела, стальная стрела. Настоящий ключ от форта Гриф. Выяснилось, что ключ сделала орка-охотника-подделка. Настоящий ключ все это время был у Курдана. Он не собирался отпускать нас живым, даже если кто бы... Кто бы то ни было... Если бы мы не были убиты во время охоты. Этот ключ позволит мне открыть превратное помещение белого охотника в беге охотника и покинуть форт. Так, да. Жена получит печальные вести. Отлично. Ладно, хорошо. Давайте встретимся у жены. Так, ну что. Мы, собственно говоря, уже распорадались, вернулись. Денег у нас хоть... Хоть отбавляй. И я очень надеюсь, что я все-таки прокачалась. Так как мне нужно. И нам придется сообщить женщине очень нехерящую новость. Надеюсь, она нас ждет. Что-то не так. Это точно. Что случилось с Элероном? Ну, его предал этот орк. Мне очень жаль, он мертв. Когда я увидела скорбное выражение твоего лица, я поняла, что с ним что-то случилось. А что с этим мерзавцем, Курданом? У него больше нет живых. Тогда смерть Элерона отмщена. Я говорила ему глупцу, что игра не доведет до добра. Но он не слушал. Прежде чем ты уйдешь, я хочу вручить тебе эту вещь. Элерон сказал мне, что если он когда-нибудь попадет в беду, это поможет вызволить его из тюрьмы. Он... Ему она больше не понадобится. И я хочу, чтобы она досталась тебе. Я не приму отказа. Я знаю, что тобой было предпринято все возможное. И за это я благодарна тебе. А теперь, пожалуйста, иди с миром. Я хочу остаться одна. Биография королевы волчицы. Интересно. Поспать я не друг, поспать мне нельзя. Биография королевы волчицы. Кстати, битва при Санкторе я нашла. И клинки повышены. По-моему, если я не ошибаюсь, мы ее читали. Биография королевы волчицы. Красноречие повышено. Отлично. Это я бы, конечно, все оставила. Почитать, конечно, хочется. Для своего собственного дома. На который я, кстати, уже накопила. И даже без этих бутылок. Но мне интересно все-таки... Могу ли я это? Могу ли я... Левелятницы. Если нет, то у меня уже есть деньги. Я могу рукопашку немножко подтянуть. Так, мне нужен сейв. Да нет, все равно 4. Лежа, болт забить. Давай загрузимся, ладно. Учитель по рукопашке и деньги у меня, в принципе, есть. Это ты. Привет. Приветствую. Я многое могу показать. Тебе нужно много... Знание. Тебе нужно... Знание. А если так? Приветствую. И так все равно не очень. Да свою же мать. Блин, или прокачаться уже. И забить болт. Да ладно, хорошо. Давайте качнемся. Я уже... Я уже что-то это... Перебарщиваю. Все. Второй левел. Кто это может... Занять огромную-огромную вечность. Господи. А что? Я думала... Это тренировка. Я думала... Господи, я уж испугалась. Ладно, пойдемте все-таки сдадим квест. Начнем и сдадим его. Про древнее вино. Это нам нужно вот сюда. И просто прямо пройти по массу. В имперский город... Господи. Громко. В имперский город я сейчас не хочу. А вот там где-то деревушка есть какая-то. Или просто таверна. Не знаю. Блин, как же тут красиво. В ТСО, правда, я здесь не гоняла. Именно в Абле. Потому что Абла это место пвпшное. Вот. А я себя собирала не пвпшный билд. В общем, меня на самом деле все устраивало. Чего? Так не говоришь, и на меня гризик рабушка сагрился. Мало того, что мы сдадим вино, мы еще сможем пойти и все-таки получить... Как называется? А, ну дом, да. Найдена Вэя. Вот нам в таверну. Блин, на самом деле, знать не знала бы про этот квест, если бы не догуглилась. Вау-нет. Здрасте. Добро пожаловать в таверну Вау-нет. Могу я предложить тебе комнату? Или, может, желаешь вина? Вино. Да, действительно, это моя страсть – коллекционирование вин со всего Тамриэля. Но одно вино никак не попадает мне в руки. Это вино изгнания теней. Как бы мне хотелось добавить его в свою коллекцию. У меня появилась идея. Вино изгнания теней – это очень редкое вино. Вино была изготовлена лишь небольшая партия. Его сделал алхимик, являвшийся по совместительству и виноделом. Помимо того, что оно имеет потрясающий букет, тот, кто его выпьет, получает способность видеть во тьме. Временно, конечно. Винодел изготовил его специально для солдат легиона, служивших в фортах, в те времена, когда форты еще функционировали. Оно прекрасно согревало часовых холодными ночами и помогало им лучше видеть в темноте. Умно, правда? Ну, на самом деле, да. Вот вино. У меня нет слов. Тебе удалось найти шесть бутылок. Это вино займет почетное место в моей коллекции. Я даже не знаю, как мне благодарить тебя. Монеты, пожалуйста. О, чуть не забыла. Вот твое вознаграждение. На такое вино не жаль денег. Раз уж тебе удалось достичь таких успехов, давай договоримся. Если ты найдешь еще бутылки с этим вином, я с радостью куплю их у тебя и хорошо заплачу. Шесть бутылок удалено. По-моему, тысяча золотых добавлено. Ну что ж, задание завершено. Если найдешь вино из готова. Да-да-да. Закончено, значит. Погнали тогда в... Ванвил. Нам же Ванвил, да? По-моему, Ванвил. Да. Нам Ванвил. Так. Который выставлен на продажу. Вот. Вот. А по этому заданию идем. Соглашаемся. Наносим визит. Наносим визит ему дому. Ну, как раз пригодится серебряный кортик. А мы сможем, кстати, доделать этот квест? Вот интересно. Особняк все еще продается. Если тебе это интересно. Блин, кстати, я вспомнила. А сможем ли мы это сделать? Хм. Там как бы жуткий чувак стоит. В конце концов. Ну, ладно, хорошо. Давай, наверное. Да? Нет, да, нет. Не знаю. Ну, да, я же копила на него. Да, вот пять тысяч. О которых я говорил раньше. Счастливо. Счастливо. Купчина, особняк. Так. Особняк-то крутой. Особняк-то крутой. Спору нет. Проблема в другом, что я совсем забыла, что в конце ждет охеренный босс. Во-первых, кстати, она еще лагучий, этот квест. Я помню, что он у меня не совсем правильно и корректно работал, но я не помню, каким образом я смогла это преодолеть. Я в своем новом доме в Анвеле, в особняке Бенируса. Вообще, вообще тут не помешало бы сделать ремонт, но сделка, мне кажется, очень выгодная. Можно размещаться в новом доме. Столик. Очень-очень выгодно, да. Так. Сайванемся, пожалуй. Господи, гадость какая. В особняке Бенируса обитают призраки, и они разбудили меня на пав во время сна. Внизу слышен грохот. Нужно обыскать дом и все осмотреть. Так, давай заберем вот это. Пергамент, вилка. По-моему, там еще будет. Давай-ка я все-таки часик подрыхну. Вам снится человек, безмятежно спящий в кровати. Вампиризм добавлено? Вдруг... Оу, нуу, я же вылечилась. О, боже мой. Безмолвная, изможденная фигура, приблизившись к кровати. Фигура склоняется над ней и вонзает свои клыки в спящего человека. Спустя несколько секунд бледная фигура поднимается по ее подбородку, струится кровь. Кровь постепенно приливает к лицу вампира. Бледность исчезает, и вы понимаете, что видите свое собственное лицо. Вы с криком просыпаетесь. Твою мать! Айма вампайя! Вечное око. Зрение охотника. Так. Мне еще надо вот лечение легких ран куда-то поставить. Допустим, на 6. Блин, по-моему, мне не сюда. По-моему, мне надо... Да, вон разбитая лапа рука скелета. Мною была обнаружена рука скелета, лежавшая рядом со страничкой из дневника. В дневнике сказано о тайной комнате, которую может открыть только чистокровный Беннирус. Можно поговорить об этом с Велвином. Стоит расспросить горожан, может кто-нибудь знает, куда переехал Велвин. Взять. На самом деле... Быть в обле вампиром... Это круто. Я упала? Я упала. Да, еще кто-то. Да, еще кто-то. Твою мать. Блин, ну... Не совсем бы я хотела быть вампиром. Что? Че-то... Что? Блин, мне хватает атрибутов. Я поняла. Быстро, однако. Не, она просто, видимо, накопила всякого говна. Это я сейчас, конечно, дам. Да. Ну, я такая быстренькая, бодренькая стала. Блин, гражданский... А, там. Блин, я расстроена. Продолжай. Я не знаю, куда он уехал. Блин, я стала гребанным вампиром. Я вил... Как только он продал тебе дом, то быстро собрался и уехал. Говорят, он направился в имперский город. Угу. Прощай. Прощай. Блин, я теперь некрасив... Я теперь на мужика похожа больше. Хотя, конечно, мы и так особо не блистали. Особо не блистали красотой. Ну, блин! Монетку для старого нещего. Я тебя сожру! Как поживает? Как поживает? Это очень круто. Жрать? Продолжай. Продолжай. Уважаемый Беннирус. Странно. Чему обязан встреча здесь, в имперском городе? Ну, как бы вот особняком своим. Ты думаешь, я за это в ответе? Пожалуй, в твоих словах есть правда. Ведь этот особняк принадлежал моему дедушке, Лоргрену Беннирусу. Я знал, что дом проклят. Вот почему я и продал его тебе так дешево. Думаю, я должен был предупредить тебя, но я очень хотел убраться из Анвела. Мои родичи сказали, что я могу перебраться сюда, в имперский город, как только будут обрублены все концы. Этот особняк был одним из таких концов. Боюсь, моя жадность взяла верх над благоразумием. Надеюсь, ты не проклинаешь меня за причиненные тебе страдания. Я подумал, мне казалось, что ты сможешь снять проклятие и покончить со всем этим. Могу, только ты нужен. Лоргрен Беннирус был странноватым стариком. Он всегда баловался с магией. Он был, в общем-то, безобидным. Пока в один роковой день не наткнулся на фолиант о дьявольской магии некромантии. Эта находка изменила все. Он стал одержим идеей, что при помощи некромантии сможет продлить свою жизнь. Черная магия, описанная в этом томе, требовала тел умерших. Он стал выкапывать покойников, захороненных неподалеку, под собором. Когда все это обнаружилось, гильдия магов созвала экстренное совещание, чтобы решить, что делать. Решение было принято за несколько минут. Возглавляемые тогда юный Карахил, маги ворвались в особняк Беннируса и убили Лоргрена. Но во время суматохи его тело непонятным образом исчезло. Из этого жители Анвела сделали вывод, что особняк должно быть проклят. Ты первый человек, кто переступил его порог за очень долгое время. Ну, надо снять это проклятие. Согласно записи в дневнике, похоже, я единственный, кто может открыть секретную дверь в особняке. Я не могу отделаться от чувства вины за то, что продал тебе этот дом при таких обстоятельствах. Встретимся в Анвеле, в графском гербе. И тогда мы... Отлично. Увидимся... Хлоп. Ну, а чё? Слава богу, это, знаете, не режим выживания. Здесь можно телепортироваться. Я бы сказала, даже нужно. Угу. Угу, угу. Так, где ты? Ты готов? Я уже думал, что ты не появишься. Да, идём. Тогда давай побыстрее пок... Так, давай вот здесь вот сохранимся. Где? Вон мой дом. Приветствую, гражданин. Даже не знаю, какой кортик брать. Давай красную волну, конечно. А ты разрядилась, что ли? Ну, типа того, да, кстати. По-моему, у меня были, да. Так. Так получше будет. Сейчас-то вроде не должны быть эти... Этих. Сейчас только должен быть самый из детс в подвале. Да ладно. М-м-м. Собака сутула Да что ж ты будешь делать? Не-не-не-не-не Так Ой, зачем я выпила? Два Больновато Меня покидало Так, отлично Немножечко подождем Так, чувак-то здесь? О боже, еще Все, не высушивайте меня Без сил Все, они только два, я думала их три Так, рядом враги, хорошо Здесь-то врагов нет Что он меня подкидывает-то? Да, я говорю, а здесь же третий есть По-любому Замечательно Так, еще враги Ну ничего, я кропотливо Здрасте Прекрасно Просто прекрасно Вот не знаю, конечно Вот здесь вот надо сохраняться И если что О, мне как раз нужен был факел Ничего себе Медная жерелица И если что Короче, просто Ничего не делать Так, ну Бенирус Видимо ждет нас В этом, да? У дома Или где ты меня ждешь? Или надо ему сказать Все, пойдем По крайней мере Мы расчистили дорогу Хоть это было и не так Легко Ну, если что Буду за кадром Как-то с ним это Трайне конца И в конечном итоге Уверена, что победю Ты идешь? Нет Разве тебе Хорошо Сука Ты где? Доброе утро Доброе Ну как Доброе Хотя Сейчас Заборим этого чувака И будет доброе Глаз чешется Не могу Ты как-то не спешишь Братан Так Мы прибыли в особняк Нужно осторожно продвигаться Да нет Да ты Хорошо Теперь Ты Рофлишь Рофлишь Здорово Здорово А что Мать твою Сейчас Произошло Правильно Сейчас Произошло Отвратительное Боже Я Так Что? А Господи Я думаю Что происходит Так Ладно Хорошо Давайте Сделаем Маленький Монтаж Это 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 ужасно Я Проторчала Здесь Хрен знает Пойми Сколько Времени Но я Смогла Это Сделать В итоге Оказалось Что Лорд Грен Придумал Эту Сказку Про Раскаяние Чтобы Выстать Из Мертвых У меня Не было Иного Выбора Как Бла 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 Я Хочу Просто Уже Отсюда Уйти Забрать Да Все Оружие Что 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 Пос Посох Можно Забрать Песох Что Делать Песох Посох Пламень Обычный Закрытый Портал Тфу На Тебя Ну Зато Все Стало Спокойно Правда Теперь Все Похоже На То Что Это Наш Дом Вот И Замечательный Сундучок В котором Может Теперь Храниться Наш Лутецкий Все Ладно Ребят Я пойду Отдыхать На этом Точно На сегодня Все С вами Было Шустро Удачи И до Новых Встреч Субтитры